Здравствуйте, уважаемые коллеги и партнеры компании Амаркетс. Сделаем для вас традиционно анализ рынков с точки зрения прайс-экшена, объемного анализа и с точки зрения вообще технического анализа как такового. Сразу хочется сказать, что несмотря на то, что подобная аналитика планировалась выходить раз в неделю, к сожалению, на следующей неделе я не смогу для вас по техническим причинам подготовить анализ, я буду в отъезде, поэтому в этот раз я сделаю для вас такой более долгосрочный анализ, но через неделю все снова вернется в некий режим. Ну что ж, давайте начнем делать анализ и сразу хочется сказать, что вы в комментариях писали проанализировать также фунт. Давайте проанализируем фунт, как бы в этом нет никаких проблем. Итак, давайте делать анализ непосредственно с евро-доллара, посмотрим, как наш анализ отработал до того, как. В принципе, здесь мы достаточно четко пункт в пункт практически отбились от нашего уровня. И сразу хочется немножко сказать, вот в последующем, когда я говорю уровень, все-таки предполагайте, что здесь есть наличие вот такой вот небольшой зоны. И вообще, по правде говоря, вот более-менее профессиональные трейдеры, они стараются использовать такие зоны, они не стараются использовать уровни. Уровни хорошо работают на фондовом рынке, если вы будете торговать, например, CFD контракты в компании, вы можете, например, торговать только уровни. Но если мы говорим о валютных парах, или мы говорим о криптовалютах, например, либо о металлах, о нефти, о жиже и так далее, здесь уже действуют более такие зоны. Это, с одной стороны, минус, но с другой стороны, плюс. Поэтому некие закосы цены на несколько пунктов для нас, по большому счету, не критичны. Нужно понимать, что там есть некий диапазон цен, в котором цена может ходить. Так или иначе, евро достаточно неплохо отработал по нашему анализу. И мы, если вы смотрели предыдущий анализ, вы бы смогли взять здесь, до этой зоны, ну, достаточно много, примерно где-то 900 пунктов. Это очень много. На данный момент давайте немножко добавим в наш рынок еще один уровень по цене 1.09656. Здесь, я думаю, уровень этот будет уместен. Давайте посмотрим на четырехчасовом графике, что мы вообще, в принципе, имеем на рынке. Мы имеем пробой ниже стоящего уровня. Мы имеем вот некий такой закос. Давайте еще откроем дневку и посмотрим, что мы на дневках имеем. Дурной признак, на самом деле, видим некое ускорение данного движения, ускорение данного падения. И ускорение, оно всегда обычно свидетельствует о некой затормозке цены и, в последующем, понятное дело, о развороте. Но пока еще рано об этом говорить. Так или иначе, все это потихонечку происходит. И если помните, когда я только-только начинал непосредственно делать подобный анализ, подобный анализ я тоже говорил о неком ускорении. На данный момент это ускорение только набирает силы. И это говорит о том, что в последующем, в будущем мы будем иметь некий флет, некую остановку. Но пока, опять-таки, такого не произошло. Все-таки находимся в нисходящей тенденции. Все-таки находимся в неком шартовом, то есть в тренде продаж. На данный момент, опять-таки, пробили данную ключевую область. Не смогли закрепиться ниже. Более того, здесь, если обратить внимание на часовой график, мы мало того, что не смогли закрепиться ниже, мы обращаем внимание на появление достаточно волатильных таких хвостов. Плюс здесь есть, вот здесь, например, вот в этих хвостах есть повышенный объем. Подобное явление в СА анализе означает тормозные свечи. И эти тормозные свечи чаще всего указывают на остановку определенного движения и на невозможность пробоя данного движения. Дело в том, что если углубляться в данный процесс, любое движение рынка, оно должно сопровождаться рыночными ордерами. То есть, покуда у нас в рынке есть рыночные ордеры, цена у нас двигается. Так вот, если мы встречаем достаточно крупную плотность лимитных ордеров, об которой, собственно говоря, бьется рыночный ордер, здесь вам поможет механика рынка. Пожалуйста, изучите этот вопрос. Просто вбейте в Google. Механика рынка. Найдите мою лекцию. Просто вбейте. Механика рынка. Артем Звездин. Найдете огромную лекцию. Она на 40 минут длится. Просмотрите ее. Вам станет все понятно. Когда мы имеем крупного лимитного покупателя данного инструмента, да вообще, в принципе, любого инструмента, и пока рынок его не пробьет, пока рынок его не поглотит, дальнейшего движения не будет. О том, что у нас появляется крупный лимитный покупатель данного инструмента, нам говорят вот эти свечи. Причем не просто так свечи, а свечи с повышенным объемом. Вот здесь у нас есть достаточно сильный объем. Тут тоже у нас объем увеличен, но за счет того, что это не американская сессия, понятное дело, объемы, если так их сравнивать, они достаточно снижены. Здесь также у нас есть достаточно сильный объем. И казалось бы, вот эти вспышки объема, они должны приводить к последующему бы падению. Но ничего подобного не происходит. Наоборот, у нас происходит разворот. И все это происходит, мало того, что на уровне, все это происходит на минимальных точках. Более того, обратим внимание также на появление вот подобного сценария. Опять у нас появляется мой любимый, собственно говоря, паттерн. Я не знаю, как он с точки зрения VSA или Parasection называется. Вот он. Здесь есть две такие свечи. Одной свечи тень вверх, другой свечи тень вниз. Данное явление всегда указывает на некую затормозку цены, а также флэта, последующем флэте. Связано это с тем, что в рынке у нас есть как доминирующий покупатель, так и доминирующий продавец. И вот они сейчас, можно сказать, в какой-то мере сражаются. Мы, к сожалению, не экстрасенсы, и мы не знаем, что в последующем будет. То есть, какая сторона из этого победит. Ну, к сожалению, это неизвестно, потому что мы не обладаем даром ясновидения. Так или иначе, данное явление указывает на некое столкновение интересов, и это уже тот параметр, который мы знаем. Это тот параметр, который можем мы использовать. Это означает, что в последующем рынок может находиться вот в такой некой пиле. Здесь пила может вполне находиться вот в рамках вот этого движения между двух уровней, между двух областей вот подобного сценария. Причем, обратим внимание, что когда подобное происходит, когда происходит некий вынос одной стороны, о том, что здесь происходит вынос, мы понимаем по вот этим вот свечам, также по определенным объемам, которые здесь увеличены. У нас сейчас рынок, ну, можно сказать, крупный продавец данного инструмента пытается поглотить вот этого покупателя данного инструмента. И когда происходит некая конфронтация сил, когда происходит непосредственно их влияние друг на друга, попытка некого поглощения одного игрока другим игроком, мы можем увидеть мало того, что флетовую область, так еще эта флетовая область будет сопровождаться последующими выносами, как в одну, так и в другую сторону. Это означает, что вполне вероятно, если рынок у нас начнет находиться вот в этой области и начнет пилить в этой области, то он будет вышибать вам стоп-приказы в одну сторону и в другую сторону. Опасаться этого не стоит, поскольку здесь достаточно большое пространство между этими уровнями. Так или иначе, вы знаете, что это может произойти. Именно по этой причине, если вас выбило по стопу, а после рынок опять зашел внутрь флета, вам необходимо просто переоткрыть сделку. Ну, и также учитывать этот параметр в случае, если вы эти стопы вообще, в принципе, выставляете, хотя торговать без стопов, на мой взгляд, это самоубийство. Нужно это учитывать и брать небольшой, больше, прошу прощения, диапазон, чтобы вас не выбило какой-нибудь шпилькой, либо каким-нибудь ложным движением. И имейте это в виду. И здесь на самом деле все просто. Ближайшие несколько дней покажут нам последующее направление. Если рынок, давайте я сделаю скриншот глобальный, можно так сказать, скриншот данных областей. Если рынок пробивает у нас эту важную ключевую область и закрепляется выше, то он делает некий откат. У нас на откате происходит затормозка и последующее движение вверх. То есть, как вот было вот здесь, только с точностью до наоборот. То есть, здесь, если обратите внимание, у нас есть остановка движения, сужение диапазона, то есть рынок замедляется. И после этого он открывается волатильно, идет в обратную сторону. Вот здесь должно быть то же самое. Если здесь у нас происходит, то мы вполне можем приобретать данный инструмент. И вот у нас есть ближайшая цель. Но, поскольку мы идем с минимальных точек и мы находимся в таком вот глобальном флете на часовом графике, то вполне вероятно, что мы можем пробить данную область и мы ее пробьем. Следовательно, если вы здесь купили, прикройте здесь часть своей позиции. Другую часть позиции прикройте вот здесь. Вот здесь вот на данном уровне, к сожалению, нужно будет уже смотреть, что рынок будет делать. Поскольку здесь огромная вероятность последующего разворота. Сказать очень не решаюсь, будет ли здесь разворот или нет. Все-таки в экстрасенсы мне не хочется играть. Но если вы увидите, что у вас появится здесь какая-то флетовая затормозка, какой-то флет, все это будет сопровождаться большим объемом. Разумеется, это будет указывать на последующую продажу. Но так или иначе, поскольку мы идем с минимумов, также существует и вероятность дальнейшего движения наверх. Вот у нас есть такая глобальная цель. Это 1.10.572. И следующая цель 1.11.039, до которой мы, скорее всего, не дойдем. Но чем, что называется, черт не шутит. Во всяком случае, будем ориентироваться на данную цель. Это в случае, если мы будем иметь движение наверх. И будем рассматривать движение, собственно говоря, ну, бычий сценарий. В случае с медвежьего сценария, ну, на самом деле, я бы сейчас не решался продавать. Если честно, давайте с вами попытаемся найти на истории некие точки, к которым мы можем, в принципе, привязаться. Ну, хотя бы хоть какие-то уровни, к которым мы можем хоть как-то привязаться. Поскольку, как видите, мы сейчас находимся на таких достаточно значимых минимальных точках. Последующий минимум у нас, если мы пробиваем уровень 1.09.337, находится в районе 1.08.885. Давайте снова перейдем на часовой график и посмотрим, где находится данная область. Вот у нас находится данная область. Но, опять же, обратите внимание, как рынок начинает сильно валиться вниз. И я бы не решался, на самом деле, продавать. Несмотря на то, что здесь, вроде бы, кажется очень простым продавать. Нам здесь кажется, что только, как бы, дурак здесь не продает. На самом деле, нет. Всем стало очевидно, что для того, чтобы зарабатывать, необходимо продавать. И это такой звоночек, это такой сигнал, который обычно, чаще всего, свидетельствует о неком остановке. И, опять-таки, мы здесь переходим к нашему бычьему сценарию, про который я говорил буквально минуту назад. Все-таки он более вероятен. Но, тем не менее, уж поскольку мы делаем анализ такой достаточно более-менее глобальный, давайте рассмотрим также некую вероятность продажи. Я не думаю, что рынок пробьет сейчас данную область, откатит от нее и пошло-поехало. По-любому, здесь рынку требуется хоть какая-то флетовая область, хоть какое-то накопление. Более того, здесь также, если вспомните, я говорил о крупном покупателе данного инструмента. Пока его рынок не разберет, рынок вниз не двинется. Рынок обычно покупателя разбирает тремя основными сценариями. Он либо подойдет данной плотности и начнет вот здесь вот так пилить. Он либо начнет уходить вот в такой треугольник, так называемый. Либо рынок отбивается непосредственно от этого покупателя, откатывает наверх, создает что-то вроде флета и на повышенных волатильных свечах с повышенным объемом двигается вниз. Вот вполне вероятно, что мы сейчас находимся вот в этом сценарии. Я этот сценарий, я этот паттерн называю кувалдой. То есть, ну, может быть, он тоже имеет какое-то название, но я лично его называю принцип кувалдой. Вполне вероятно, что мы также можем находиться в неком принципе кувалдой, но на данный момент флета слишком мало для того, чтобы заманить сюда соответствующую сторону, в данном случае покупателей, для того, чтобы на их стопах прокатить, соответственно, рынок. Так или иначе, если рынок хоть немножко сейчас походит во флете, хоть немножко подвижется и резко, волатильно будет двигаться вниз, имейте в виду, что дойдем до данной точки. Также, если рынок подойдет к вот этой плотности, то есть, прошу прощения, вот этой плотности, если рынок подходит и начинает здесь пилить, либо уходить в треугольник, знаете, тоже большая вероятность движения вниз. Вот у вас есть первая цель. Ну и, соответственно, вторая цель в районе 1.08.359. Здесь нужно уже, нужно будет делать новый анализ. Но все-таки я не склонен здесь вам рекомендовать продавать вот подобным образом, классическим образом, как я обычно это рекомендую. Потому что здесь все-таки внизу засел крупный покупатель, и это нужно учитывать. Ну что ж, перейдем с вами к следующему активу. И, конечно же, посмотрим вами любимый биткоин. Обращаем внимание, как сработал наш анализ. Достаточно четко, собственно говоря, отбились опять-таки пункт в пункт от нашего уровня и четко двинулись вниз. И все это произошло точно тогда же, 23-24 числа. Четко сработал наш анализ, достаточно хорошо. Давайте посмотрим ближайшие уровни, на которых мы сейчас находимся. Дело в том, что биткоин пробил, собственно говоря, такое достаточно локальное дно. Сейчас уже все, собственно говоря, в панике, рвут на голове волосы. И мне кажется, это довольно-таки странно. Нужно учитывать, что это криптовалюта и повышение волатильности на криптовалюте достаточно, ну такое обычное явление. Поэтому удивляться какому-то такому падению я бы лично не стал. Ну да, упали в район 8 тысяч. Ну да, упали. Ну что теперь? Ну упали. Ну окей, как бы. Такое мощное волатильное падение, оно, безусловно, просто так не оборачивается. В любом случае, рынку требуется хоть какой-то малейший откат. Так или иначе, у нас ближайшая цель на данный момент, уж поскольку мы пробили уровень 8 тысяч. Не знаю, когда выйдет данный обзор. Это уровень 7672. Давайте пойдем еще немножко ниже и укажем 7662. Я сказал, ну пусть будет 53. Бог с ним. 10 долларов, простите, старику звездину. Давайте укажем следующий уровень. Это в районе 7 тысяч. То есть 6 тысяч 939. Ну, в районе 7 тысяч. И следующая наша цель в случае дальнейшего падения еще вниз. Это уровень 5 тысяч 965. Ну, в общем, придерживайтесь здесь каких-то круглых уровней. То есть 7 тысяч, 6 тысяч, ну и, соответственно, 5 тысяч. Да, здесь не нужно быть гением, чтобы разобраться, что здесь необходимо придерживаться. Так или иначе, давайте перейдем с вами уже на часовой графике. Посмотрим, что у нас происходит на часовом графике. Немножко приближу график для того, чтобы в этом больше разобраться. Рынок очень сильно упал вниз. И достаточно волатильно упал вниз. Вполне вероятно, что данное движение, оно связано с какими-то новостными параметрами. Сказать не решаюсь, поскольку не слежу так сильно за биткоином. Уж обессудьте, не слежу за этими фундаментальными параметрами. Все-таки, так или иначе, как мы видим, мы сейчас находимся в некой пиле и в некой остановке данного движения. Нужно понимать, что это биткоин. Он всегда делает то, что большинство, в общем-то, не ожидает. Что здесь не ожидает большинство? Очевидно, что большинство не ожидает дальнейшего движения наверх после вот такого резкого слива. Безусловно, биткоин нам обязательно это продемонстрирует. Будьте в этом более чем уверены. И давайте с вами распишем несколько таких вот, собственно говоря, сценариев. В случае, если мы начинаем двигаться вверх, то вполне вероятно, у нас будет достаточно мощное волатильное движение в сторону покупок в район 9328. Давайте я все это нарисую примерно следующим образом. То есть, если рынок у нас... Сделаем еще одну кое-какую поправку. Давайте все-таки вот здесь выделим важную ключевую область. Обратим внимание, что рынок вокруг нее буквально пляшет. Он не может пробить данную область. Это, безусловно, что-то значит. Но поскольку она такая неглобальная, я все-таки выделю ее вот таким вот пунктиром, ну, чтобы в этом банально, банально, в этом анализе банально не утонуть. В случае, если мы сейчас после данного флетового накопления начинаем идти наверх, то ближайшая наша цель это уровень 8659, то есть данная область. Ну и следующая цель у нас район 9328. Также я все-таки склоняюсь к тому, что рынок может не дойти до данной плотности и здесь, ну, почему не может дойти до данной плотности? Если вы обратите внимание, здесь слишком много ему необходимо идти, и у меня есть подозрение, что рынок может оттуда не дойти. Давайте сейчас попытаемся найти серединный диапазон данного серьезного падения. Серединный диапазон находится как раз-таки в районе примерно 9000. Именно по этой причине, если рынок начинает откатывать наверх, ждем его все-таки в районе 9000. Я говорил 9000, думаю, туда не дойдем. Думаю, дойдем до уровня 9000. И в принципе, там можем и развернуться. То есть в идеале мы можем получить примерно вот подобную картину. Доходим до уровня 9000, и здесь уже начинаем уходить в пилу и начинаем разворачиваться. То есть это такой идеальный сценарий, который в принципе как может случиться, так и может не случиться. В зависимости, конечно же, от некой рыночной удачи. Так или иначе, данный подобный сценарий в случае с покупками, он начинает работать, когда мы пробьем последний, соответственно, максимум и закрепимся выше. То есть делать, примерно, вот подобный сценарий. Здесь остановимся, запилим некоторое время, то есть рынок уйдет в некую флетовую область. И тогда мы будем планировать последующие покупки до уровня 9000. Ну, последующий флет и, возможно, в дальнейший разворот. В случае с продажами здесь примерно то же самое. Пробьем уровень 7894, откатимся и покатимся еще ниже до уровня 7653. Если его пробьем, то вот наша ближайшая цель, это, соответственно, 7000. Но нужно понимать, что рынок сейчас, мало того, что он упал, он сейчас накапливает объемы. Более того, обращаем внимание на появление вот подобных хвостов. Также обращаем внимание на мой любимый паттерн непосредственно с тенями свечей, который указывает нам, во-первых, на последующий флет и на некое столкновение интересов. Кроме всего прочего, на то, что рынок удерживают от похода вниз и банально его кто-то сейчас скупает, указывают и хвосты свечей. Это также, в общем-то, можно сказать, в какой-то мере видно как и на евре, так и на битконе. Здесь примерно тот же самый принцип, тот же самый алгоритм, что мы обсуждали буквально пару минут назад в евро. Здесь тоже самое, практически один в один. Именно по этой причине я бы не рекомендовал вам сейчас вставать на все плечи, собственно говоря, и продавать на всю маржу биткоин. Мне кажется, это самоубийство, тем более, что рынок и так уже сильно упал, и, безусловно, нужно иметь это в виду. Если будете здесь продавать, продавайте с осторожностью. Когда рынок пробьет данную плотность, данный уровень, откатит к нему, и только тогда продавайте. Но, опять же, я говорю, продавайте с осторожностью. Это означает, что возьмите минимальный здесь объем. Все-таки я склоняюсь здесь в сторону покупок. Следующий инструмент, который мы разберем, это, конечно же, VTI. Бог его знает, почему у меня тут удалились уровни. Но давайте сейчас их, в принципе, с вами поставим и немножко прокорректируем заодно. Заодно вы их немного понаблюдаете о том, как эти уровни, в принципе, выставляются. Вот, обратите внимание, после каждого удара в данную точку у нас рынок разворачивается. Для нас это уже означает уровень. Также здесь мы можем выставить уровень. Здесь тоже у нас есть определенные удары в данную область. Следующий уровень и следующий уровень. Я понимаю, что я это делаю достаточно быстро, но для того, чтобы банально видео не затягивать, но так или иначе, вы должны обратить внимание, чем лучше у нас рынок ударяется непосредственно в какую-то точку и чем, так скажем, сильнее он разворачивается от этой области, тем сильнее у нас получается определенный уровень. Многие говорят, что уровни, собственно говоря, не работают на Форексе. Дамы и господа, научитесь строить уровни, тогда вы будете понимать, что эти уровни достаточно хорошо работают. И примеры моего, так скажем, анализа на этом канале, компании Амаркес, тому пример, да, можно так сказать. Итак, выставили с вами важные ключевые области. Что мы здесь имеем? Мы имеем нисходящее движение, мы ушли в некую флетовую область, флетовый канал и находимся в этом флете. Достаточно так мощно, достаточно сильно. Мы смогли полностью непосредственно закрыть вот это вот гэповое движение, которое произошло вследствие атаки дронов и фундаментальных параметров. И это, конечно же, в какой-то мере с одной стороны хорошо, с другой стороны плохо. Хорошо, поскольку рынок теперь не старается закрыть данную область, и это достаточно хорошо. А плохо то, что, поскольку рынок, собственно говоря, упал, нефть, соответственно, немножко у нас обесценилась. И, как следствие, курс рубля на это, разумеется, тоже будет в последующем реагировать. Но он уже сейчас это делает по большому счету. Так или иначе, мы сейчас имеем флетовую область. И пока рынок не пробил флетовую область, разумеется, предпринимать какие-то такие активные действия для того, чтобы продавать, либо покупать здесь какую-то долгосрочную позицию, я бы вам не советовал на самом деле. Здесь у нас тактика только одна. Тактика работы во флете, она достаточно примитивна, она достаточно обычна. То есть покупаем от нижней границы, продаем от верхней границы. Все на самом деле просто. Но здесь есть кое-какой момент. Дело в том, что здесь, если вы обратите внимание, у нас присутствует вот такая повышенная тень свечи, у нас есть вынос. Причем вынос достаточно мощный в рамках даже целого практически бакса. О чем нам это свидетельствует? Нам это свидетельствует о том, что рынок сейчас приходит в такую фазу, когда он начинает всех, ну я это называю, разводить на стопы. То есть он начинает выстреливать в одну сторону, в другую сторону, тем самым собирается ликвидность, тем самым собирается крупным участникам торгов определенная мощная позиция для дальнейшего движения. Опять-таки, находясь в гуще событий, мы, к сожалению, не сможем сказать, куда произошло данное событие, мы не сможем предсказать, куда оно произошло. Так или иначе, мы сможем сейчас с достоверностью утверждать, что в рынке сейчас находится достаточно крупный интерес. И это уже важный элемент, этот элемент достаточно ключевой. Для нас это будет означать примерно следующее. Если рынок у нас все-таки пойдет в ту или иную сторону, он это будет делать через определенный ложный прокол. И что я имею в виду? Уж поскольку мы имеем здесь крупного участника торгов, который находится во всей этой истории, разумеется, рынок у нас вначале пойдет в одну из сторон. Давайте я покажу в случае дальнейшего движения наверх, просто условно. Вначале рынок у нас пойдет вниз, некоторое время здесь, а после этого волатина начинает возрастать в обратную сторону. Здесь сделает некий скачок и пойдет дальнейшее движение. Вы это видели, наверное, миллионы раз. То есть если вы в рынке хотя бы месяца три, вы это видели, наверное, раз в десять, уже не меньше. Это классика Жанна. То есть так всегда практически работает крупный игрок. Поэтому если вы здесь видите какое-то мощное движение, не спешите сразу вставать в его сторону. Глупые люди, конечно, так будут делать, но тем не менее на то они, собственно говоря, и глупые люди, чтобы делать всякие вещи, которые умные люди делать не будут. Здесь у нас будет решение примерно следующее. Когда рынок у нас будет валиться вниз, мы будем дожидаться дальнейшего движения. Предположим, мы разбираем сейчас медвежий сценарий. Будем ждать дальнейшего движения и достаточно хорошего замедления. То есть рынок должен достаточно хорошо немножко уйти во флетовую область на откате. Он достаточно долго должен там находиться. Но понимаете, еще такой момент. Ложные выносы, они, как правило, обычно не сопровождаются никакими откатами. То есть мы практически всегда имеем резкое движение. Давайте я вам просто покажу несколько примеров, чтобы вы понимали происходящее. Да вот, например, далеко не будем ходить. Вот мы здесь имеем достаточно важную ключевую область. Вот здесь у нас есть непосредственно уровень. Он достаточно старый. Рынок его прокалывает и делает дальнейший рывок наверх без откатов. То есть он не делает никаких откатов, он не делает никакой затормозки. Ничего подобного не происходит. Он просто волатильно вырастает. Вот и все. Это пример такого ложного выноса. Вот у нас пример ложного выноса. Рынок вырастает, делает прокол и резко волатильно скатывается вниз. И здесь может быть то же самое. И причем может быть как в одну, так и в другую сторону. Я все-таки склоняюсь в сторону дальнейшего разворота наверх. Но все это должно произойти, еще раз говорю, через определенный ложный прокол. Все это не должно произойти, а может произойти. Я не люблю говорить слово должно в рамках рынка. Поэтому, тем не менее, у нас логика примерно заключается в следующем. Если рынок у нас резко волатильно откатывает вниз, дожидаемся дальнейшего движения наверх и ждем, пока рынок замнется вот здесь. Если он здесь замнется, встаем, собственно говоря, в позицию и удерживаем данную позицию на покупку. И ближайшая цель у нас будет не 57-52, а 58-57. То есть через уровень. Поскольку подобные флетовые консолидации, они всегда рассматриваются через уровень. Поскольку последующее движение, оно будет достаточно мощное. В случае дальнейшего движения вниз, мы можем иметь ту же самую картину, рынок идет наверх, откатит вниз и сделает откат вот в эту область. 57-43, либо 54-80. В зависимости от того, куда, соответственно, рынок провалится. Тоже встаем здесь в продажу. И ближайшая наша цель 54-16. А если говорить более-менее долгосрочно, так это уровень 53-01. Но я не думаю, что мы дойдем до уровня 53-01. Слишком это будет уж большое такое падение, на мой взгляд. Также давайте с вами обратим внимание, что у нас сейчас возрастают объемы. И объемы достаточно мощные, достаточно большие. И в рамках всего вот этого флетового движения. Это означает, это говорит о том, что в рынке у нас нет такой достаточно серьезной силы, которая смогла бы удержать данный флет. И разумеется, этот флет начнет разторговаться в одну из сторон. А вот когда он начнет разторговаться, у нас будет достаточно большое волатильное движение. Вот у вас есть два сценария. Но что я хочу, чтобы вы услышали? Вы должны услышать сейчас, что в рынке находятся достаточно важные, крупные покупатели, либо продавец. Мы, к сожалению, не знаем, кто здесь находится, но важный крупный игрок в позиции. Нам это говорит о том, что последующее движение будет мощное, будет волатильное. Что это означает? Это означает, что вам необходимо добавить данный инструмент, если вы его торгуете так или иначе, просчитать свои позиции и постараться за ним пристально наблюдать. Постараться не упустить данную сделку, поскольку она будет волатильной. И уж поскольку она будет волатильной, здесь у вас есть уже хоть какой-никакой анализ, тем не менее, хоть я подготовлен не вами, но тем не менее, да, дальнейшее движение будет мощное, дальнейшее движение будет сильное. И на этом можно довольно неплохо заработать. Поэтому постарайтесь пристально следить за этим моментом, пристально следить за рынком, чтобы банально не упустить данное движение. Я на вас надеюсь. Переходим к следующему инструменту. Это SP500. Абсолютно мне не нравится, что сейчас происходит на SP500. Давайте начнем с вами непосредственно с дневных графиков. И опять мы видим некое потихонечку падение. Рынок просто банально, он перегрет, и он прям вот видно, да, как он хочет вниз свалиться. Тем не менее, подобного не произошло. Опять же, имеем неустаканенную политику у Соединенных Штатов Америки. Имеем, короче, имеем то, что имеем, и это достаточно, знаете, не очень хорошо. Опять-таки, послушайте анализ, фундаментальный анализ Артема Деева. Все станет вам в разы понятнее по этой части, по части фундаментальной политики. И, безусловно, это не может, так сказать, удрчать, по крайней мере, меня. Поскольку, вы знаете, практика показывает, если Америка рушится, то у нас вообще происходит крах. Мы все очень взаимосвязаны. И это, на самом деле, достаточно такой грустный момент. Опять-таки, кризис 2008 года, он показал нам, да, что если у Америки случаются проблемы, у нас случаются проблемы как бы вдвоне. Важные ключевые области я здесь выделил. И здесь мы имеем такую картину, что рынок сейчас у нас уходит с минимальных точек, с минимальных точек, и делает это достаточно волатильно. Достаточно волатильно он падает вниз. Из-за этого падения, буквально вот этого падения в пятницу, к сожалению, немножко просил мой валютный счет непосредственно на фондовом рынке Америки. Но, тем не менее, в общем, не огорчаемся. Не огорчаемся. Все еще, в принципе, у нас может быть достаточно нормально. Так или иначе, давайте я выделю здесь еще одну область. И давайте я немножко выделю другим цветом, чтобы нам в этом всем банально-банально не утонуть. Это у нас будут такие достаточно незначимые уровни. То есть, такие, можно сказать, даже внутридневные какие-то. Я очень редко стараюсь трейдеров отговаривать торговать тот или иной инструмент. Но в данном случае, вот прям так и хочется сказать, что ребята, коллеги, пожалуйста, не торгуйте данный инструмент. Обратите внимание, у нас очень высокая волатильность данного инструмента. У нас очень большие выбросы в ту или иную сторону. Рынок прыгает на огромное количество пунктов. Это с одной стороны плюс, с другой стороны минус. Плюс, если вы хотите поиграть, собственно говоря, в казино и заработать на этом целое состояние. А как это в случае с биткоином было в свое время. Минус, если вы хотите, собственно говоря, немного поторговать и заработать более-менее стабильно как-то с сохранением своих капиталов. Именно по этой причине, если вы сторонник все-таки консервативных каких-то взглядов типа меня, постарайтесь не торговать данный инструмент. Если вы более агрессивных взглядов на торговлю, хотите заработать состояние с небольшим своим депозитом, предположим, да, вы можете торговать данный инструмент примерно следующим образом. Я вам сейчас наказаю эти сценарии, но вы должны понимать, что волатильность бешеная. Сейчас рынок подчиняется фундаментальным параметрам. И именно по этой причине, то, что я буду говорить, оно может немного не сбываться. Конкретно по данному инструменту. Итак, что мы будем здесь иметь? Здесь примерно следующий у нас сценарий. Если рынок у нас все-таки откатывает наверх, дожидаемся дальнейшего движения, малейшего, собственно говоря, отката вниз и резкого волатильного движения наверх. В случае, если вы проморгали здесь вход, у вас здесь есть еще некие входы. И рынок вполне может двигаться вот такой вот лесенкой в сторону последующих максимумов. Причем он может делать некие флетовые остановки. Как это происходит примерно на всем вот этом движении? Если вы обратите внимание, рынок падает вниз, делает эту остановку вниз, уходит наверх флетовая остановка, вниз флетовая остановка, опять уходит наверх вниз, и пошло-поехало. Здесь может быть то же самое по вот этим ключевым точкам, которые я здесь нарисовал, но в сторону покупок. Почему я все-таки склоняю в сторону покупок? Обратите внимание, поскольку мы сейчас находимся на минимальных точках. Конечно, в идеале, как бы дождаться данный инструмент в диапазоне между 29.42 и 29.36. Это прям идеальный был бы сценарий, но я думаю, что до туда мы не дойдем, поскольку это S500, он вечно всех накалывает, вечно всех обманывает. Именно по этой причине вполне вероятно, что мы просто до туда не дойдем. Более того, обратите внимание, какой по мощности и по волатильности произошел у нас прокол. Этот прокол произошел на достаточно крупном объеме. И обратите внимание, как у нас рынок откатывает в обратную сторону, причем мало того, что он откатывает, он делает это на повышенном объеме, причем этот объем, он вполне равен вот этим медвежьим объемам. Это говорит о том, что в рынке сейчас тоже находится достаточно мощный покупатель данного инструмента. Более того, давайте с вами обратим внимание на то, что в рынке, вот в этой непосредственно фазе, вот в этой ситуации у нас происходило примерно следующее. Рынок у нас идет наверх, и при этом у нас бычьи объемы потихонечку возрастают. Обратите внимание, что они в несколько раз больше, чем медвежьи объемы. Это всегда свидетельствует о том, что в рынке очень мощный покупатель данного инструмента. Что меня здесь смущает? Меня здесь смущают резкие волатильные движения вниз. Казалось бы, у нас, с одной стороны, есть очень мощный, крупный покупатель данного инструмента. У нас здесь есть хвосты, то, о чем я вам говорил, в примерах с евро и биткоином. И мы, в принципе, имеем такое движение. Но обратите внимание, как рынок резко, волатильно падает вниз. Он как бы отрастает, отрастает, отрастает. У нас есть мощный покупатель, бабац, падает вниз. Это дурной признак. И обычно это свидетельствует немножко о таком достаточно плохом сценарии для инструмента и дальнейшем движении вниз. Но все-таки я склонен видеть данный инструмент наверху. Если встали в данную позицию, ваша цель на ближайшие две недели – это уровень 30.18. Очень бы хотелось, чтобы мы до туда дошли бы. Но, тем не менее, знаете, чем черт не шутит, в принципе, у нас и внизу есть достаточно много уровней. Продавать бы данный инструмент я бы вам не рекомендовал, пока бы мы не пробили уровень 29.42 и 29.36. Когда мы пробьем данную плотность, откатим к ней, тогда мы будем продавать данный инструмент. И наша ближайшая цель – 29.01, 28.75. Все на самом деле просто. Но помните, что это SP500. Волатильность повышенная, волатильность бешеная. Соответственно, пробой тоже будет бешеный. И вполне вероятно, что мы не откатим к этой области. По этой причине ждите малейшего отката, и тогда уже продавайте с удержанием позиций до вот этих областей. Вполне и до них можем дойти. Давайте посмотрим следующий инструмент. Следующий инструмент – это, конечно же, золото. Обращаем внимание, как, опять-таки, наш достаточно такой простенький анализ на прошлой неделе. Он неплохо отработал, просто шикарно, можно даже сказать, отработал. Практически тик-в-тик, да. Но, тем не менее, все равно анализ анализом. Но здесь нужно было делать все равно свою мышлялку подключать. На данный момент анализ остается примерно точно такой же. Мы по-прежнему торгуемся в рамках вот такого глобального флотового коридора на четырехчасовых графиках даже. Более того, обратим внимание, что мы подошли к нижней границе. У нас опять появляется хвост. В общем, та же самая ситуация, что появилась здесь, у нас обвезуется и здесь. Следующий момент. Мы имеем движение вверх на повышенном объеме. Опять-таки, объем у нас увеличивается. Это свидетельствует о том, что у нас в рынке появляется достаточно мощный покупатель данного инструмента, который засел вот здесь. Следующий момент. Опять-таки, кризис в Соединенных Штатах. Не кризис, прошу прощения. Но вот эта вся ситуация в Соединенных Штатах и падение, собственно говоря, SP500. Все это заставляет инвесторов вкладывать непосредственно в золото. Я понимаю, что я сейчас говорю как фундаментальный аналитик, человек, который фундаментал изучает. Но, знаете, иногда нужно подключать еще немножко мозги. Нужно подключать этот момент. Следовательно, исходя из этого, мы уже предполагаем, что уж поскольку у нас такая фундаментальная повестка дня, разумеется, рынок может уйти в дальнейшее движение вверх, поскольку инвесторы все-таки будут прикладывать свои активы непосредственно в золото. Это и подтверждается на объемах, это и подтверждает, собственно говоря, цена. Поэтому в рамках текущих рекомендаций, разумеется, мы будем продавать и покупать от тех же самых уровней. И будем делать это примерно следующим образом. Давайте я перейду на 4 часа, чтобы вам все это продемонстрировать. Вот у вас есть определенные области. Продаем, покупаем здесь, соответственно, от нижней границы. Все на самом деле здесь просто. То есть то же самое. Прокупаем от нижней границы, продаем от верхней границы. Если мы говорим о часовых каких-то моментах, о более ниже стоящих таймфреймах, то здесь у нас есть важные ключевые точки. Мы, разумеется, покупаем от нижней границы и ожидаем здесь увидеть примерно некую лесенку, то есть некое движение наверх. То есть примерно вот так. На данный момент, я просто не знаю, когда выйдет данный анализ. И в этот анализ нужно будет, конечно, по-хорошему делать после того, как рынок откроется, где он откроется, на каких уровнях откроется. Это очень важный параметр. И если он откроется на уровне 14.98, ждите отката к этому уровню и покупайте с удержанием до уровня 15.07. Скиньте здесь позицию, поскольку уровень это достаточно мощный. И вполне вероятно, рынок может пойти и дальше. Следующая ваша цель 15.23. То есть у нас вот такая вот ситуация. Здесь прикрываем часть позиции. Следующая наша цель вот здесь. Вот тут бы я уже подумывал о том, чтобы прикрывать практически всю позицию, поскольку, опять-таки, рынок находится в достаточно большой пиле. В случае с продажами, продаж, опять-таки, на данный момент я особых не вижу. Но вы можете продать, когда рынок сделает подобный сценарий, но только до вот этих областей. Здесь нужно будет, опять-таки, смотреть, если мы говорим о выходе с этого флотового канала, с этого флотового коридора, вот на вышестоящих графиках. Конечно же, любой флот, он торгуется всегда везде одинаково. То есть это та самая пресловутая коробка. Ждем отката непосредственно к этой коробке и принимаем решение в сторону, собственно говоря, дальнейших покупок. Ну все, на самом деле, в этом плане просто. И давайте я вам укажу цели в случае, если мы, допустим, пробьем этот вышестоящий флот, рынок откатит к этой области. Вот ваша ближайшая цель, это 14.74. Еще ниже, это уровень 14.59. То есть если пробьем и 14.74, то двинемся в ту сторону. В случае с движением вверх, ваша ближайшая цель, это, соответственно, уровень 1.15.55. Ну это в случае, если мы пробьем такой достаточно мощный флотовый канал на вышестоящих графиках. Ну, что-то, знаете, как-то слабо в это верится. Но, тем не менее, опять-таки, чем черт не шутит, подождем, может быть, будет этот прокол. Если будет, тогда уже будем разбираться непосредственно по факту. Хотелось бы, чтобы был, поскольку подобные, собственно говоря, флотовые каналы, когда они пробиваются, они имеют свойство очень резко двигаться, движение будет очень волатильное, очень красивое. Я думаю, что на этих сделках, если у нас будет пробой этого флотового канала, заработают все, кому не лень. Но очень хотелось, чтобы вы заработали, поскольку, когда вы заработаете, мне бы очень хотелось, чтобы вы со мной поделились. А то все обещают, что поделится, но никто, собственно говоря, как обычно, не делит. А давайте я теперь посмотрю фунт. Хотел еще посмотреть иену, но сегодня как-то времени не осталось. Просто напишите, пожалуйста, делать ли анализ иены. Если напишите делать анализ иены, будем в последующем делать анализ иены. Поскольку как-то отзывов на иену вообще никаких нет. В случае с евро есть, собственно говоря, отзывы, в случае с VTI, SP, на все есть отзывы, кроме иены. И такое чувство, что иену никто не торгует. Нужно ли вам делать анализ иены? Напишите, пожалуйста. Если нужно делать, будем делать. Если нет желающих торговать иену, ну тогда и делать не будем подобный анализ. Давайте, собственно говоря, посмотрим, что у нас на фунту. Ну, первым делом выставляем, собственно говоря, непосредственно уровни. Давайте перейдем на вышестоящий график. Начнем с 4 часов и обращаем внимание, что мы находимся в таком достаточно интересном бычьем движении. То есть рынок потихонечку двигается наверх. И причем мало того, что он двигается наверх, он сейчас откатывает от верхней границы. Что тем самым как бы здесь начинает формироваться флэт. О том, флэт это или нет, конечно же, нам покажут ближайшие несколько дней. Но важно то, что сейчас мы имеем все-таки приоритет таких покупок. Более того, рынок стал замедляться потихонечку. И об этом свидетельствуют вот эти волны. То есть если вы обратите внимание на резкие скачки данного движения, рынок у нас потихонечку замедляется. Он формирует что-то вроде некой чаши. Есть автор Ланса, он в своих статьях в курсе по просекшн, собственно говоря, очень четко написал это. Это так называемый моментом цены, то есть скорость изменения цены. Когда рынок потихонечку-потихонечку клонится. Ну, в данном случае у нас образуется что-то вроде некой чаши. Так вот, когда у нас образуется данная чаша, здесь есть некий показатель того, что рынок потихонечку уходит в некое флотовое накопление с последующим, собственно говоря, разворотом. Это у нас и подтверждается с точки зрения и всего вот этого совокупного движения. То есть рынок идет потихонечку вверх и стал откатывать. И причем откат достаточно глубокий, достаточно такой серьезный, достаточно мощный. Мне слабо верится, что мы в дальнейшем двинемся резко наверх. Мне в это слабо верится. В то же самое время мне слабо верится, что рынок резко свалится вниз. Все-таки здесь я бы давал вам такие рекомендации. Но давайте сейчас с вами выделим еще несколько важных ключевых точек, чтобы, собственно говоря, вам было хотя бы хоть что-то торговать. Поскольку я тут выставил уровни, которые, скорее всего, вам бы приходилось ждать неделями, чтобы они исполнились. Я понимаю, что у меня не будет две недели, да, не две, точнее неделю. Я не смогу вам сделать другой анализ, но тем не менее. Итак, выставили такие области, которые, собственно говоря, вы можете торговать более-менее, да, как-то внутри дня. Рынок вполне может уйти в некую флетовую область. Поэтому с осторожностью, если вы хотите покупать, вы можете, конечно, здесь купить. С удержанием своих позиций до уровня 1.23.436. И помните, что в рынке большая вероятность ухода во флетовое накопление, в флетовую пилу. Поэтому прикройте здесь сейчас свои позиции. Если рынок все-таки откатит в обратную сторону, тогда закройте всю позицию с тем расчетом, что мы будем находиться вот в некой флетовой такой пиле, как вот была вот здесь картина, например, да. Но если мы все-таки пробьем данную плотность, откатим к ней, тогда можете удерживать данную позицию, в принципе, смело до уровня примерно где-то 1.24.480. Давайте я поставлю данный диапазон, поскольку он как бы середины вот этого, собственно говоря, верхнего флета. И я его выделю непосредственно другим цветом. Но можно сделать, например, зеленым цветом, да, чтобы, ну, трейдинг вообще такая творческая профессия. В случае, если мы будем иметь дальнейшее движение вниз, не рекомендовал бы вам, конечно, здесь сильно так разгуливаться в сторону продаж. Опять-таки, нужно иметь в виду, что мы находимся на минимальных точках. Но, тем не менее, если рынок все-таки попилить немножко, откатит вниз, а после этого сделает откат в обратную сторону, то ваша ближайшая цель – это уровень 1.22.037, 0.037, либо ниже, хотя ниже, честно говоря, ну, как-то душа не лежит. Уровень 1.22.037, ожидайте движения сюда. Давайте посмотрим, что тут на объемах. В принципе, по большому счету, на данный момент у нас доминируют, собственно говоря, обыки, у нас большой бычий объем. И этот бычий объем, разумеется, потихонечку наращивается. И, опять же, в то же самое время мы имеем спад на медвежьих объемах. Это говорит о том, что в рынке очень слабые, собственно говоря, медведи, и в рынке очень сильные быки. Но, поскольку мы все-таки находимся на минимальных точках, нужно иметь в виду, что рынок может уйти в некую флетовую консолидацию, флетовую пилу. Так или иначе, вот у вас есть определенные ключевые области, которые вы можете, в принципе, использовать, и можете торговать как-нибудь от них. В общем и целом, на этом я откланиваюсь с вами. Напоминаю, что на следующую неделю у нас с вами не будет, к сожалению, у меня возможности сделать вам анализ. Я только сделаю его через неделю. Если говорить более детально, следующий обзор выйдет примерно 14-15 числа. Следующий обзор рынков. Тогда подведем с вами хоть какие-никакие итоги. Посмотрим, как наши прогнозы, собственно говоря, оправдались. Но, тем не менее. Всем удачи, зарабатывайте. Не забывайте, что когда вы заработаете, не забудьте со мной поделиться. Найти меня и со мной поделиться. Я буду говорить, да нет, не надо, нет, возьми. Ну, в общем, ладно, шутки в сторону. Удачи вам, коллеги. Удачных торгов.